здравствуйте вы смотрите проект в гости сегодня с нами по-настоящему талантливые и популярные танцоры это лил джи из венесуэлы и лилу из франции здравствуйте лилу и лил джи танцоры стиля брейк танц являются не только друзьями но и всемирно известными бип-боями лилу единственный танцор в истории которому удалось дважды завоевать титул чемпиона red bull bc1 кроме того он участник шоу в рамках гастрольного тура мадонны лил джи известен в брейкинге своим особым стилем танца оригинальными силовыми движениями и уникальными переходами он также является чемпионом турнира red bull и обладателем множество других танцевальных наград а мой первый вопрос скажите как вы собственно попали в мир танца и как это стало главным делом вашей жизни свои первые танцевальные движения я сделал в возрасте 67 лет но тогда я еще не начал серьезно тренироваться по-настоящему ответственно к тренировкам я подошел в возрасте 12 лет и дальше это уже стало моим профессиональным увлечением и переросло в работу я начал танцевать лет в 11 получается что я уже 12 лет занимаюсь танцами надо сказать что я довольно быстро вышел на высокий уровень потому что у меня оказались к этому способности я смотрел запоминал движения а потом быстро их заучивал ну и конечно с самого начала мне это все очень нравилось я знаю что у каждого из вас есть свой некий девиз скажите как вы вы для себя сформулировали как он звучит у каждого из вас соума мочевая не для меня главной мотивацией в этом искусстве является расширение границ креативности расширение пределов гравитации я просто люблю тренировки и это ощущение когда ты устал но сделал что-то новое поэтому мой девиз двигаться только вперед и расширять границы своего понимания в этом искусстве я во многом согласен с лилу и еще для меня танец является хорошим способом снятия стресса знаете когда устаешь морально или происходит что-то не очень хорошее я иду на тренировку и все проходит и приходит отличное настроение а еще для меня очень важна моя семья именно она меня вдохновляет и мотивирует я буквально сегодня увидела в интернете видео ваших танцев и некоторые из них смонтированы даже как клип с определенными эффектами замедлениями это очень красиво выглядит а что вы сами чувствуете когда смотрите на себя на свой танец на видео вайсей добились когда я смотрю на свои видео я думаю а ведь со стороны это выглядит так легко хотя на самом деле в это вложено много часов тренировок и я как никто другой это знаю когда я смотрю свои видео особенно в хорошем замедлении я всегда обращаю внимание на детали иногда нравится то что происходит а иногда находишь какие-то ошибки и становится понятно над чем еще нужно поработать вы гордитесь собой конечно когда мы смотрим на себя то понимаем сколько труда вложено в то чтобы этого достичь а еще мы без конца нажимаем репит при просмотре смотрим снова и снова и снова вы оба принимаете постоянно участие разнообразных конкурсов баттлах скажите что для вас в этом самое привлекательное и может ли быть дружба между участниками таких конкурсов либо вы чувствуете в других людях исключительно соперников но я тотали вообще-то мы настоящие друзья мы становимся соперниками только на те несколько минут когда мы участвуем непосредственно в батле потому что это такая атмосфера когда ты соревнуешься ты видишь перед собой конкурента когда вне батла мы друзья в общем то брейкинг сцена довольно большая но в то же время она маленькая потому что мы все знаем друг друга и конечно случается что люди друг друга недолюбливают нельзя ведь быть друзьями со всеми но при всем при этом наша единственная война и наше противостояние это танец а я вообще считаю что главное это ловить моменты и уметь им наслаждаться скажите ребята чего вам приходится отказываться чтобы оставаться в хорошей форме которая просто необходима для того чтобы выполнять все ваши такие сложные трюки вообще тот уровень на котором мы находимся конечно ко многому обязывает ведь наше тело это наш рабочий инструмент поэтому мы не можем позволить себе налегать на гамбургер и кока-колу ведь тогда мы станем слишком толстыми и не сможем выполнять наши трюки поэтому надо следить за своим питанием и вести здоровый образ жизни у каждого из вас есть свой собственный узнаваемый стиль в танце а каким из своих трюков или элементов каждый из вас гордиться больше всего то помимо каяцом мое фирменное движение можно сказать мой почерк это когда я в танце ударяю себя ногой по голове или вращаю коленкой вообще у меня такой достаточно гибкий стиль и многие движения узнавай как такового фирменного движения у меня нет но я делаю очень сложные связки и элементы которые точно попадают в музыку вот пожалуй это и есть мой фирменный стиль у нас в программе есть такой традиционный вопрос спрашиваем каждого из наших гостей откуда они приехали рассказать пару слов о том месте о том городе где родились выросли что касается меня то я родом из семьи алжирских эмигрантов но родился и вырос я во франции в париже причем в достаточно бедном квартале париж столица франции важнейший экономический и культурный центр европы париж один из самых красивых удивительных и романтичных городов мира он поражает своей историей архитектуры музеями и достопримечательностями название которых знают даже те кто никогда не бывал в париже кроме того это один из самых посещаемых городов в мире ежегодно сюда приезжают более 30 миллионов туристов что касается меня то все моя семья и родные находятся в каракасе это венесуэла именно там я могу просто наслаждаться общением с близкими людьми даже не танцуем на данте каракас столица и крупнейший город республики венесуэла в конце 20 века благодаря нефтяному буму город переживал бурный экономический рост был застроен небоскребами и оплетен сетью автобанов каракас расположен на высоте 1000 метров и вытянут между горами его делит пополам основная транспортная магистраль пробки на которой бывают даже ночью яркий и колоритный каракас числится в рейтинге самых опасных городов мира однако это не смущает туристов которые с удовольствием посещают этот город глядя на ваш танец невозможно не восхищаться тем владением телом которые характерны в принципе для брейкинга но при этом сложно представить что например человек в 50 или 60 лет будет проделывать то же самое вот вы для себя уже наметили какие-то занятия которыми будете заниматься когда он будет 50 или 60 лет ну прежде всего я надеюсь что в возрасте 60 лет я буду еще жив а вообще конечно трудно заглядывать так далеко вперед думаю в 60 я буду уже очень далек от брейкинга буду вести тихую жизнь наполненную простыми заботами и общением со своей большой семьей я не могу представить себе в этом возрасте знаю только что буду продолжать наслаждаться жизнью но и возможно преподавать путешествовать еще важно понимать что после брейкинга не можешь представить в каком состоянии будет твое тело и суставы может ты будешь весь перекошенный так что время покажет как все сложится напоследок хочу вас спросить о городе владивостоке вы здесь все таки пару дней уже провели что вас здесь удивило что понравилось вообще какое впечатление он на вас произвел для меня это второй приезд во владивосток и мне все нравится я выступил здесь в качестве преподавателя и судьи на соревнованиях и я увидел так много заинтересованных детей это здорово что дети идут в брейкинг а еще у вас много солнца прямо как у меня на родине и каждый раз когда я смотрю на это солнце начинают скучать по своей стране а для меня это первый визит во владивосток хочу сказать что и погода и люди здесь отличные все улыбчивые открытые и легко найти с людьми общий язык а еще девушки прекрасные это точно так что мы оба еще планируем сюда вернуться но нам в свою очередь тоже будет приятно видеть вас здесь еще раз поэтому спасибо что пришли и возвращайтесь спасибо а